Добрый день. Действительно, 30-й фестиваль, который мы задумывали как праздник большой, поскольку это юбилейный, должен был быть. Собственно, по цифре он так и есть, но эти обстоятельства заставляют менять и форму фестиваля, и вообще мы думали, проводить ли нам даже его. Но все-таки я считаю, что правильно, что даже в таких непростых, очень сложных условиях послание к человеку должно выйти в любом формате, и мы так и делаем, и сделаем, безусловно. И фестиваль будет, мне кажется, по содержанию, у нас не будет, скажем, дворцовой площади, открытия, но по кинематографическому содержанию, по наполнению, по программам, конкурсным, спецпрограммам. Это все равно фестиваль достойный, очень высокого уровня собранный, на мой взгляд, очень интересные картины. И в этом смысле мы не уступаем и прошлому году, и думаю, что каким-то еще более ранним фестивалям. Конечно, изменяются какие-то принципы. Например, сегодня открытие впервые для нас тоже будет проходить в формате онлайн, и посмотрим, как это будет. Хотя, может быть, благодаря этому мы получим какое-то дополнительное количество наших фанатов, кто нас полюбит, потому что аудитория, может быть, через этим расширится, и будет не только те, кто сидят в зале. Это для нас новое и неожиданное, но идем по пути, к которому мы сейчас можем идти. И не факт, что следующий год откроет нам снова все двери, и все вернется в старое русло. Какие-то вещи, безусловно, видите, мы все сидим в масках и в перчатках, и это создает определенные какие-то нам, казалось, неудобства. А уже сейчас кажется, что это как будто бы было очень давно, и мы уже к этому начинаем, к сожалению, привыкать. Вот, но поразительно еще то, что мне так казалось, что будет какой-то отток, скажем, по количеству присылаемых фильмов в стран. И я каждый год, каждый год меня это поражает, но в этом году еще больше. 98 стран прислали, почти 3000 заявок на участие в наших конкурсах в этом году. Мне кажется, это просто уникальное какое-то достижение. И говорит о том, что все-таки наш фестиваль за эти годы, с помощью команды, которую удалось создать, конечно, с каждым годом все больше интересных и знаменитых, и дебютантов, режиссеров и авторов картины хотят попасть на наш фестиваль. Это, конечно, здорово. У нас, стало бы, будет с каждым годом больше мировых премьер, чего мы добиваемся. Но, и я просто искренне хочу об этом сказать. Конечно, фестиваль требует и финансов, и организации определенной. И тут опять есть очень серьезная поддержка и Министерства культуры, которое нас поддерживает активно. И вот новый министр культуры, Ольга Борисовна Любимова, мы с ней встречались, и она будет активно поддерживать фестиваль. Мы понимаем все-таки, что в этой стране есть не так много достойных и уважаемых фестивалей не только в нашей стране и в мире. Я думаю, что мы относимся к этой категории. Конечно, мой родной и любимый Санкт-Петербург и правительство Санкт-Петербурга, и лично губернатор, и комитет по культуре, который тоже нам активно помогает. Но и не могу сказать об организации, с которой мы дружим. Это группа компании «Лим». Это поразительно, что они уже несколько лет нас активно поддерживают. Причем это такое обоюдное сотрудничество. Это люди, которые в различных уголках страны далеких рубят лес и прочее. Но мы делаем эхо фестиваля, и я-то думал, что к этому будут относиться те, кто там трудятся с неким скепсисом. Документальное кино, а еще там что-то с таким огромным удовольствием это смотрят и так этого ждут, что это действительно здорово и вдохновляет как бы и нас, и тех, кто нам помогает. Поэтому вот про «Лим» – это моя особая радость. Редко так бывает, когда совпадают, понимаете, дают иногда какие-то дополнительные финансы, спонсорские. Но чтобы это еще заинтересовало две стороны, и как-то мы действительно подружились. Это очень редкий случай, и я надеюсь, что это надолго. Вот пока я думаю, что вступить на условия моего достаточно. Я и так уже много говорю, так что, может быть, и мои коллеги расскажут более конкретно о программах, о жюри. А будут вопросы, я с удовольствием отвечу.